Девушки отдыхают После того, как ее сбила машина, пятиклассница рассказывает, постоянно страдает от сильных головных болей и даже стала хуже учиться. У меня все время голова болит, особенно когда сажусь уроки делать и в школе тоже. Мама Дианы, Асыла Ребекова, говорит, что за полгода истратила на лекарства для дочери больше 200 тысяч тенге. Улучшений нет. Но больше всего ее возмущает, что женщина, которая сидела за рулем машины, сбившая ребенка, даже не извинилась. Я ее не заметила, Дида, я ее не видела. Она сама виновата, потому что светопор там не горел зеленый, там красный свет был. Вот так она в суде говорила. Хотя есть экспертиза, которая показала, что она ехала с очень большой скоростью. ДТП произошло в сентябре, вот на этом самом перекрестке. Пятиклассница уверяет, что переходила дорогу на зеленый свет, ведь все машины с левой от нее стороны стояли. Однако, когда девочка почти закончила переходить дорогу справа, неожиданно появился белый Хендай. От сильного удара ребенка отбросила на несколько метров вот к этому зданию. Согласно постановлению административного суда, после тщательного изучения записи видеорегистратора, водитель признана виновной и обязана заплатить штраф 200 месячных расчетных показателей. Правда, не в пользу ребенка, а в доход государства. Но меньше чем через месяц женщину полностью оправдали. Водитель Чернова не могла среагировать вовремя на это препятствие. Были допрошены эксперты по этому делу, который также подтвердил, что она не имела реальной возможности предотвратить этот наезд. В связи с этим в ее действиях суд не находит виновных действий. Однако мать девочки мириться с таким решением судьи не намерена. Женщина готовит жалобу в Верховный суд. Ирина Абрамова, Бахадар Тажибаев, Виталий Зайнтинов, 7 канал, Шимкент.